Итоговая сессия экспертного совета ознаменовалась подписанием соглашения между Торгово-промышленной палатой и Ассоциацией Арктические муниципалитеты. В нее входят города и районы, восьми субъектов Российской Федерации. Документ подразумевает совместную работу по развитию деловой активности, повышению конкурентоспособности, стимулированию инвестиций. И началась эта работа уже в рамках совета. Мы подготовили совместные предложения. Я надеюсь, они в будущем будут приняты правительством Российской Федерации. Это касается послабления на определенный срок налогообложения на те территории, которые находятся в арктической зоне Российской Федерации. Предложения обоснованы. Бизнес в наших широтах находится в заведомо невыгодных условиях. Государственные гарантии северянам, длительные отпуска, северные надбавки возлагают дополнительную финансовую нагрузку на предпринимателей. Самое здравое предложение, что вывести вот эти северные надбавки, районный коэффициент из заработной платы, не включать заработную плату. Если они не будут включены в заработную плату, значит, они не будут облагаться НДФЛ. То есть мы хорошо делаем для трудящегося человека, и мы не будем отчислять дополнительные деньги в небюджетные фонды. О необходимости изменения действующего законодательства говорят не только предприниматели, но и представители власти. При налогообложении, например, предлагается ввести принцип зонирования. Люди, которые живут в более тяжелых условиях, допустим, реализуя свои бизнес-проекты, будут платить чуть меньше налогов. Цифры должны быть выверены. На 7% меньше или на 10%. Для начала нужно будет получить эти расчеты, сравнить их, подтвердить их легитимность и уже переходить к обсуждению цифр. Архангельская область, судя по всему, готова стать площадкой, на которой федеральный центр может опробовать новые подходы к налоговому и трудовому законодательству. Мы являемся пилотным регионом у Министерства социально-экономического развития в части стратегирования, в части показателей стратегии социально-экономического развития. Мы являемся пилотом у казначейства в части ГАСУ управления. И я надеюсь, что мы будем являться пилотом у Министерства финансов в части разработки модельного бюджета. Поэтому вот если на каком-то конкретном регионе опробовать подходы федеральные, я думаю, и нам будет легче. Предложения, озвученные на экспертном совете, будут тщательно проанализированы. Некоторые, вполне вероятно, лягут в основу законодательных инициатив. Алексей Карельский, Александр Кузнецов, Регион-29. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова